Сейчас для всех авто выдаются номера одного стандарта. Он утвержден еще в 1993 году и уже устарел. Например, он не предусматривает вариантов и размеров для отдельных категорий для классических и спортивных автомобилей. В новом госте эти пробелы будут восполнены. Разработка документа велась два года. Инициатором выступил Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических, ретро-транспортных средств. Применение указанных знаков будет осуществляться после того, как будут определены технические требования к таким транспортным средствам. ГОСТ вводит 10 новых типов регистрационных знаков. Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера. Раритетам и машинам для профессионального автоспорта вводятся отдельные категории номеров. Их будут помечать литерами К и С соответственно. Буквы будут отделены чертой от остальных символов. Екатерина получила новые номера для своего авто. Они стандартные. Она считает, что нововведение – дело полезное. Как всегда у нас нововведения встречаются. Так сначала негативно. Привыкнем, наверное. Водители, у которых авто с нестандартным креплением, смогут самостоятельно обратиться в организации, изготавливающие знаки, чтобы заменить выданные в ГИБДД номера. Вступление в силу нового стандарта не затронет автомобилистов, у которых транспортные средства ранее уже были зарегистрированы. Сохранены без изменения шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков, легковых, грузовых, транспортных средств, прицепов к ним. Нововведения вступят в силу в 2019 году. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».